О-о-о-о, ничего себе, огонь! Ты слышишь, какой он звук издаёт? У нас сейчас получается фарш из слайма. Нужно засунуть в соковую жимовку. Слаймовый сироп. Прикол, он прям, прям ко мне подходит. Ух ты! Эйвен, зачем ты надел мои VR-очки? Сними. Тем более, они отключены. Приветик. Эм, так ты не зомби? Эм, какой зомби? Ура, Ань, ты не зомбак! Мы думали, это зомби! Потому что наступил зомби-апокалипсис. Какой ещё зомби-апокалипсис? Кисарис, влезай, сёк! А как насчёт того, что тебя недавно зомби укусил? Вам плохо? Эй, вам плохо? О, ребят, по-моему, у вас из-за этого карантина фантазия слишком разыгралась. Ещё бы не разыгралась, и у нас стресс вообще-то. Так, ясно. У меня для вас есть очень крутая идея для снятия стресса. То есть, что теперь получается? Не обязательно в убежище прятаться? А что за идея, Ань? Сейчас покажу. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. Короче, у меня есть для вас предложение как-нибудь очень круто поантистресситься. Давайте? Аня, давай лучше мы будем уничтожать. Все эти слизи самыми разными способами. Да, челлендж! И кто первый уничтожит, получит 10 тысяч рублей, да? Да уж. Э, Э, Ань, вообще-то мы, мы животные. Нам что, игрушки из них мастерить? Э, 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 фантики для киски Алиски, что ли? А чё, классная идея? Тогда кто первый уничтожит, получит кучу разных игрушек. Ну, вообще-то они у нас и так есть. Я придумала! Ты слиз, да хватит так пугать! Чё ты там придумала? Я придумала! А мы вчера на прогулку ходили. Да, и ночью с Мишей случилась беда. Вот это я и придумала! Кто первый уничтожит, тот отправится на дикую прогулку с Аней. Так мы же вот и ходили гулять все вместе. И сегодня на нашем канале Magic Family об этом вышел ролик. И там с Мишей в полночь случилось кое-что очень жуткое. Потом сходи, посмотри это видео. Так вот я и говорю, в этот раз тот, кто победит и первый уничтожит слизь, того Аня наконец-то возьмет с собой в лес играть в порядке. Два крутой идеи, давай! Ну, хорошо, окей. Ура! Ну что ж, погнали выбирать себе слизь для челленджа. Я хочу вот этого зелененького слайм-монстра. Ну что ж, давайте посмотрим, кого тут Софишка выбрала. Слайм-монстр. Такая интересная у него упаковка. Он не в баночке, как обычно, а в пластиковом пакете. И тут, походу, у него внутри какие-то существа. И, ой. Там пауки! Он что, испорченный? Да, там действительно маленькие черные паучки. А вот слайм-монстр, похоже, испортился и превратился просто в какую-то зеленую воду. Придется, Софиша, тебе перевыбрать. Тогда я возьму вот эту фиолетовую бочечку. Сейчас посмотрим, кто у нас в этой бочке. Никак не хочет вылазить. Ой, очень темная-темная фиолетовая слизь. Аня, давай это, давай в нее хотя бы паучков из моего слайма-монстра добавим, ладно? Зачем это тебе? Ты же будешь ее уничтожать все равно. Какая разница? Нет, ну правда, Ань, ну это же здорово. Переложи туда всех паучков. Не понимаю, зачем, но окей, хорошо. Ладно, ладно, переложу. Вау, прикольно получилось. Да уж, эти паучки прям цепляются за слизь и выглядит это прям по-противненько. Следующий выбираю слайм для уничтожения. Я беру вот этот вот пакет, вот его хочу. А ты, Софиш, пока давай придумывай, каким образом ты будешь это уничтожать. Юми выбрала пакетик Master of Slimes Marshmallow из ежевики, готовый флаффи слайм. Да уж, из-за того, что это не слизь, а флаффи слайм, он там весь прилип и никак не хочет вытаскиваться. Я не знаю, как его оттуда вынуть. Похоже, тебе придется уничтожать и разрезать его упаковку. Фу, да уж, мне потребовалось очень много времени, чтобы достать его из этой пачки. Это была плохая идея, лучше бы в баночку положили. В общем, тут действительно офигенный флаффи слаймик, который пахнет ежевикой и правда очень красивого цвета, достаточно большой. Это не слизь, и мне кажется, его, Юмичу, тебе будет уничтожить намного сложнее. Так что давай придумывай способ. А разве это честно, что у Юмичу не слизь? А я хочу вот эту бутылочку, Unicorn Poop. Эй, Ван, а ты в курсе вообще, как это переводится? Эээ, в смысле? Ну, ты знаешь, что означает слово poop на английском? Что-то твоя слизь, которую ты будешь уничтожать, никак не хочет вылазить из этой бутылочки. Ох, наконец-то вывалилась. Кажется, я понял, что означает poop. Да, это любимое Юмино слово на русском. Интересно, кто-нибудь из ребят, которые нас смотрят, знают? В общем, тебе тоже попалась фиолетовая, но перламутровая слизь, и она немножко другая по структуре. Думай, как ты будешь ее уничтожать? А я вот выбираю оранжевенькую. Так, Миша выбрала что-то более простое, посмотрим. Что это значит более простое? Ну, я имею в виду, что в отличие от остальных, она выбрала упаковку попроще. А вот слизь зато ей попалась очень классная. Во-первых, большая. Во-вторых, с кучей блесток. И пахнет апельсинкой. И у нее очень такая хорошенькая, прикольная структура. С одной стороны она вроде как слизь, с другой стороны она тянется. Тянется как обычный слайм. Короче, очень классная. Давай, Мишанька, придумывай, каким образом ты сможешь это уничтожить. А я даже не задумываясь выбираю фиолетовую баночку с надписью Алиса, потому что это для меня слайм. Алис, это не слайм. Причем тебе попалась тоже очень классная слизь. Она безумно тянучая и довольно липкая. Удивительно, что это все слизи, но они могут быть такими разными. Смотри, как она растягивается прям в ниточку тонкую. Как я это буду уничтожать? Вот и я не знаю. Ты должна придумать какой-нибудь свой способ. Я, кажется, придумала, что я буду с ней делать. Ну и что же ты придумала? Аккуратнее, она же прилипнет мне к шерсти. Извини, киса Алис, я не специально. В общем, слизь у тебя действительно прикольная. И она очень яркая, такая прям насыщенная фиолетовая. Видишь, она даже не собирается. Прилипучка прям настоящая. И очень тянучая. Ну что ж, все сделали выбор. Киса Алиса, Миша, Софиша темно-сиреневой с пауками, Юмичу Флаффи и слайм Эйвана. Ань, мы подумали, что это будет не честный челлендж. А почему? Потому что у всех у нас слизи. А у Юмича получается Флаффи-слайм. Ну и что, и что такого? И наш челлендж, кто первый уничтожит, будет нечестным. У всех должны быть одинаковые условия. Я вас поняла. Ну и ладно, тогда нафиг этот Флаффи-слайм, давай мне оставшуюся маленькую баночку с желтой слизи. Больше-то выбора нет. Ну да, действительно, вы правы, зато будет честно. Все будут уничтожать свои слизи. Ну ты же покемон, твой любимый цвет желтый, так что тебе подходит. Кто первее и круче всех уничтожит слизь, тот получает прятки в лесу. А кто последний и хуже всех, тот выполняет позорное задание. Погнали уничтожать! Чур, я первая, и я решила сжечь свою слизь. Уничтожить ее огнем. Ничего себе, Киса Алиса, надо тоже что-нибудь крутое придумать, чтобы победить. Ну что ж, Киса Алиса, все, что ты просила, перчатки, свечка и освежитель воздуха. Твое уничтожение очень опасное. Детям такое делать нельзя, поэтому я буду снаружи на улице, а ты будешь наблюдать из-за окна. Жесткое уничтожение повторять. Такое ни в коем случае нельзя. Ну хотя бы из окна посмотрю. Жги лучше его. Я стараюсь, Киса Алиса, но знаешь, игры с огнем очень опасны. О, жесть, он там плавится. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да уж, ну ты и придумала уничтожение. Он реально так булькает, как будто варится в этом огне. Это очень жестко и никому нельзя такое повторять. Даже взрослым не советую. Зато я, наверное, все-таки выграю. Ну все. Ничего себе, огонь. С меня хватит. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы потом посмотреть, что с ним стало. Крутяк. Я же говорила, что это небезопасно. Крутяк ей. Я вон палец обожгла, пришлось кремом намазать. А что получилось-то? Ну, я думаю, теперь нужно дать ему время, чтобы остыть, и потом посмотрим. Когда будем итоги в финале подводить? Так, я, кажется, придумала, что мне делать со своей слизью. Нам понадобится белизна. Да что ж, у вас у всех такие дикие уничтожения. Заливай мою слизь белизной. Посмотрим, что с ней станет. Я думала, вы будете их там ножичками резать, ну максимум подогреем в микроволновке. А тут такие эксперименты. То сжечь, то химической белизной его опалить. Пока никакой реакции, но я думаю, что через дне время с ним точно что-нибудь приключится. А я жду, пока мой остынет. Аня, давай-ка еще санокса для унитаза туда добавим. Ну ты даешь, Софи. Не знаю даже, что с ней произойдет после этого. А еще доместаса. Да уж, настоящее издевательство над слизью. Я не представляю. Теперь надо дать ей время, посмотрим, что произойдет. Пока что она пенится. Пока ждем итогов у Алисы и Софи. Юми, ты придумала? Жарить. Я хочу быть первой, кто ее уничтожит. И чтобы мое уничтожение было самым крутым. Так что давай зажарим этот слайм на сковороде. И не забудь делать температуру посильнее и жарь его подольше. Хорошо, как скажешь это твое уничтожение. Он уже начал пузыриться и потихоньку булькать. Добавь, 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 добавь жару. У тебя не менее простое уничтожение слайма, чем у киса Алисы и Софи. О, смотри, он уже плавится. Надо жарить его долго, долго, до тех пор, пока он не превратится в уголек. Я не знаю, возможно ли такое. Ты слышишь, какой он звук издает. Он как живой, да? Давай, 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 еще жарь его. Да я жарю, жарю. О, вообще, жесть. Блин, он так долго жарится. Мне кажется, уже все. Он превратил все в уголек? Хорошенько посмотри. Ну, мне кажется, еще совсем чуть-чуть, буквально пару минут, и да. Пока итог Юмина уничтожения остывает, Эйван, твоя очередь. У меня будет несколько этапов. А результаты уже скоро? Ну, как все закончат, так и будем подводить итоги. Ну что, Эйван? Бери ножницы и начинай резать его на мельчайшие кусочки. Ничего у тебя не получится. Ты еще не знаешь, что будет дальше, киса Алиса. А резать долго? Ты давай режь, режь, разрезай его хорошенько ножницами. Да, я режу, режу, но это практически его не меняет. Ты уверен, что таким образом ты его уничтожишь? А сейчас мы засудим его в мясорубку. Ого, окей, посмотрим, что из этого получится. Я впервые засовываю слизь в мясорубку. У нас сейчас получается фарш из слайма. Выглядит это очень-очень странно, Эйван. Но идея неплохая, возможно, у тебя даже получится его уничтожить. А теперь эту кашу засунем в морозилку. Твое уничтожение просто из нескольких этапов получается. Ну, окей, посмотрим. А у меня тоже многоэтапная идея. Итак, Мишка, ты попросила его сначала положить в воду, и мы пытались его типа утопить, но ничего не вышло. Это все? Нет, ты что, это было специально, чтобы он впитал жидкость. А теперь его нужно засунуть в соковыжималку и попытаться выдавить из него сок, если получится. Похоже, уничтожение не сработало, Миш, потому что из слайма сок не выжился. Потому что моя идея слизи варенья. Теперь мы сварим его. Сварим из него варенье. А вот это уже больше похоже на уничтожение. Получается какой-то слаймовый сироп. Посмотри, он прям кипит и варится. Миша проиграла? Эй! Пошли, пошли, сообщи. Нельзя подглядывать. Мишань, я тебя спущу, потому что сейчас буду производить действие с горячей жидкостью. Вылью твое варенье. И, наверное, дадим ему остыть, чтобы посмотреть, что в итоге получилось со слаймом после того, как мы его сварили. Все, настало время подводить итоги. Проверим. Посмотрим, кто из нас победил в уничтожении слизи. Кто сделал это лучше всех? И первее всех. Конечно же я. Алиса, это еще не факт, тем более оценивать будут ребята. Итак, это то, что получилось у Эйвона. Он сделал слайма фарша, потом его заморозил. Ну что, как считаете, уничтожение Эйвона прошло успешно? Мне кажется, выглядит неплохо. Но слайм уже уничтожился. Но не с первого раза. И не так уж быстро. А это то, что получилось у Миши. Ее слайма в варенье остыла и стала похожа на желе, да? Апельсиновая желешка. Выглядит неплохо. Хорошая идея, Миш. Но у меня тоже не с первого раза получилось. Зарядки ли нас рассудят? А это то, что в итоге получилось у Покемона Юмичу. Мы жарили, жарили и дожарили его до вот такого состояния. Слизь практически исчезла. Ничего себе, надо было мне этот способ выбирать. Эта слизь просто как будто испарилась у Покемона. Софишкина идея уничтожить слайм белизной и всякими химическими продуктами выглядит вот так. Слизь превратилась в фиолетовую воду. Ну, уничтожилась же и быстро. А у меня? Да уж, Кискин-Алискин эксперимент с огнем привел вот к чему. Мне кажется, твоя слизь практически не изменилась, разве что в ней кусочки воска. Нитка сгорела, остался кусочек железячки от свечи. И вот так вот теперь выглядит твоя фиолетовая кашица, которую мы так долго мучили огнем. Ну что, ребят, давайте голосуйте в комментариях. Кто по-вашему победил в этом челлендже? Кто быстрее, первее и круче уничтожил свою слизь? Я что, опять проиграла? Кис, Алис, только не дари на жалость. Мне вот кажется, что и у Юми круто. А мне у Миши. Да и у Миши прикольно получилось. Да и у меня, и у Эльвана. Но ребята все равно пусть проголосуют. Да, кто-то из нас должен победить. И получить приз в прятке в лесу. А пока нет пряток в лесу, иди смотри нашу сумасшедшую прогулку вместе с Аней на канале Мэджик Фэмили. Там со мной такое приключилось ночью. Короче, ссылка в описании, скоро увидимся.